Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком. Значит, почитаем отчет Сергея за 22 января. Идет 41 день выхода. Я сразу же буду комментарий давать. Значит, вес 75,3 килограмма. Сначала он вроде бы на выходе начал, ну, опустился до своего предела, потом начал набирать, а сейчас опять застопарился. Застопарился из-за того, что ему говорю, вот то-то, 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 то-то надо делать. То-то, то-то надо кушать. Но как-то не совсем доходит. В 6 часов он проснулся, пописал, выпил хвоща полевого 200 миллилитров с воздикой этмином. Меньше пейте. 150 граммов вполне достаточно. Что вы заливаете с этой водой? Она не усваивается так, как вы думаете. Я уже об этом говорил. В нашем организме определенное количество воды. Ввели больше воды, она сразу вылилась. Организм держит ту воду, которая ему нужна. Так, специально проснулся в 6 часов, лёг в час 30. Плохо. Надо ложиться в 10, 10.30. Приучаю себя к мысли, что не спать надо с утра больше, а ложиться надо раньше. Ибо ложиться поздно – это всего лишь дурная привычка. Ну, так ломайте дурные привычки. Делайте их не дурными привычками, а здоровыми. И ложный страх, который надо искреннить. Страх перед тем, что не заснёшь. Вот эти все страхи, когда переполнены сознания человека, естественно, не будут мешать. Они мешают вообще по жизни, тем более и отдыхать. Вставайте рано, и вы попадёте в естественный биоритм, и будете ложиться нормально. Поблагодарил Бога с накладываем крёстного знамения, за крепкий здоровый сон. Ну, хорошо, накладываю. Опять в 6.25 ставлю заваливать хвощ и кипятит воду. Ну, понимаете, одно вот это на кухне. Что-то делается кипятиться. Да сделайте это в конце концов раз. Залейте в термосе и будете пить. Так. Ночью, когда ложился спать, очень хотелось. Что хотелось? Пить или что? Пришлось уговорить подсознание не бояться заснуть и приказывать организму закрыть глаза и просто лежать, пока не засну. Так, начинает хотеться читать. Ведь у меня отец очень любил читать. Но читал в основном исторические, про бандитов и спецслужбы. То есть можно себя, знаете, развлекать разного рода билибердой. Вместо того, чтобы отбирать то, что в жизни пригодится. И вот это развлечение, оно приводит к тому, что человек живет с собачоком, потом брык и все. От подобных глистов и так далее и тому подобное. В 6.30 вода, стакан с воздикой от мином. В 7.10 стакан воды с минами и воздикой. Ну, куда ты в себя заливаешь? Ты уже 400 граммов залил в себя. Ну, если хочется, достаточно, Бог говорит, 100-150. Для того, чтобы вот эту гвоздику и тмин проглотить. Причем, опять-таки, гвоздики, там, палочки 3, там, 4. Тмина, зернышек, там, 1,5 чайной ложки. В 7.35 читаю молитву, начинаю кушать коктейль из простокваши и проросшего зерна. 180 грамм. Возможно, это перебор по массе. Перебор по массе питания будет тогда, когда вы... А как раз он и пишет. Надо остановиться на 150 граммах. Чувствуй, что желудок набит под завязь. Зачем вы это делаете? Вот зачем вы вообще там, что-то там взвешиваете и так далее? Когда вам желудок говорит, а вы тут что-то там взвешиваете, навешиваете, намешиваете и так далее. Чего вы его растягиваете под завязь? Тем более, он не может полноценно перевалить, если там больше, чем положенного. Не осталось легкого чувства голода. А вот это как раз должно и остаться. Раз-раз медленно есть. Медленно есть. 8.25 собираюсь на рынок. Ну, надо, ладно. Так, 9.40. Когда в 7.35 кушал сперва 150 грамм коктейля и 7 граммов кунжута, а потом прибавил еще 30 граммов коктейля и съел. 7 граммов кунжута это много. Много, достаточно полграмма кунжута. Не надо, вот это опять-таки идет передозировка, всего-всего-всего. Добавил еще 30 грамм коктейля и съел. То понял, переборщил. Второй раз переборщил. Пожадничал, бедолага. Ну вот. Угодил змею захотел и угодил. То есть ему приснился змей, который, значит, подполз к нему черный змей и ждал. Ну когда же ты, Серджио, сломайся? Когда я вновь заползу в тебя и начну тебя использовать по своему желанию. Так. Испытываю небольшой дискомфорт в желудке. Поэтому наказание за нее сдержано и для облегчения состояния желудка. Прием пищи в 10 часов пропускаю. Значит, вот смотрите, вместо того, чтобы съесть только как надо, медленно жевать и этим удовлетвориться и пребывать в радостном настроении, человек начинает себя гнобить, укорять за то, что переел и так далее, и так далее, и так далее. В этом состоянии будет ли организм нормально восстанавливаться или нет? Задайте себе вопрос. Если вы сами себя укоряете, если вы сами себя гнобите. В конце концов, возьмите себя у руки, у руки возьмите. Дальше, вот смотрите, читаем. Сперва очень обиделся на себя. Обида, то, все, пятое-десятое. Каждая клеточка вашего организма – это живой микроорганизм, который работает на ваше благосостояние. И он настроен на ваше сознание, на волну вашего сознания. На волну ваших эмоций. И как только он слышит вот это вот там обиды, разочарование и самобичевание, он сразу же спазмируется и не работает. Поэтому восстановление бухсует. Нету радости. Начал жалеть себя и почти уговорил себя скушать коктейль в 10.30. Но потом понял, что это змеи, он же, его хотелки, он же, моя эгоистическая жадность, он же лукаво меня подбивает вернуться к старой жизни. И строго настро запретил себе есть в 10.00 и 10.30. Ну что это такое? Представляете, в 10, потом в 10.30, потом что, в 11.00? Как говорится, слов нет. Дождался 12.30. Следующего приема пищи. И скушал. 150 грамм коктейля из простокваши и проросшей пшеницы. С кунжутом 4 грамма. Ну что вы этими граммами там все это там. Без кунжута добавляйте в этого самого гвоздики и тмина туда. И дозировка то, что я говорил. При этом было желание вырезти все. С одной банки до последней капельки. Но понял и остановился, что опять змеи или жадность меня на это подбивает. Самоконтроля нет. А самоконтроль начинается с простых, знаете, посильных, оздоровительных мероприятий. Вот сутки отголодали, а потом, допустим, начинаете. Вы изучаете свой организм. Вы изучаете всех там змеев, которые у вас имеются. И прочее, прочее, прочее. У вас нет вот этих вот качелей. То туда в радость, то туда в горе и так далее и тому подобное. Это не жизнь. Это не жизнь. Так. Так и гордо не стал это делать. Читаю молитвенник. Выбираю молитву. Хорошо. Значит, 15.00. 101 грамм инжира и 114 граммов хурмы. А что вы мешаете? Сперва съедая всю хурму, начинаю кушать инжир и понимаю, что хватит. Съедайте что-то одно. Сегодня съели хурму, завтра съели инжир. Что вы их все это мешаете? До кучи. До кучи. И, грубо говоря, 215 граммов сладкого продукта – это много. Много. Организм не успеет всю эту сладость сразу же усвоить, переварить. Он начинает над ней работать, часть остается. И эту часть уже начинают разлагать бактерии. То есть, вот так мы выращиваем с вами бактерии. Вместо того, чтобы, грубо говоря, съел там 50 или 100 граммов, который в нашем организме только опачки, готов, знаете, у него мощностей хватает. Раз и переварил, все усвоил. И дульку этим самым микробов. А тут, получается, я пока грызу. С другой стороны, грубо говоря, кто-то присоседился, еще грызет. И всем хватает. И я вроде насытился. И эти расплодились. Вы понимаете, что вы делаете? Желудок наполнен. Ну, вот и все. Желудок наполнен. И желудок, вы знаете, вы его насилуете, свой желудок, чтобы он постоянно работал. Он не может постоянно работать. Ему тоже надо дать отдых. И он начинает сдавать из-за этого. Желудок, 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 желудок. Туда, знаете, толкаем, толкаем, толкаем. А якобы он сам все переварит. У него тоже имеются свои, будем говорить, рабочие параметры, согласно которым он может столько пищи переварить, усвоить, и все это нормально. Либо же столько переварит, столько он выкинет в виде полуфабриката, и там, грубо говоря, там дальше, значит, микрофлора, глисты и прочее, прочее, прочее. Будет это хавать и говорит, молодец, Серджио, молодец. Хорошо кормишь. И посмотрите на эти фотографии, каких он раскормил слонов у себя. И потом удивлялся, а почему же начинается температура подниматься? До нее, извините меня за выражение, столько там серут уже в ваш организм, что все эти вот шлаки, все эти яды являются отравой для организма. Потому что извините еще разок. Так, почувствовал переедание и тяжесть в желудке. Ай-яй-яй-яй-яй. В итоге он же расъел 69 грамм и 114 граммов хурмы. Ориентируйтесь не на граммы, ориентируйтесь на желудок. Медленно едите, чувствуйте насытились. Приучите себя питаться медленно, тщательно пережевывание. Тогда чувство насыщения придет вовремя. Если этого не делать, вы просто-напросто, знаете, лишь бы протолкнуть в желудок, ага, что-то запили, вы там килограммы будете поглощать. И вот такой вот желудок у вас стоит, прежде чем вы почувствуете чувство насыщения, а дальше идет чувство переедания, тяжести и так далее. Всего 183 грамма. Многовато, наверное, пока будет потребление свыше 180 грамм. А лучше, наверное, 150 грамм, норму не превышать. Так с утра было то же самое. Еще разок. У вас есть желудок, у вас есть чувство насыщения, у вас есть чувство тяжести, которое говорит о том, что вы переели. Научитесь вот этим ориентироваться. Я просто, знаете, удивляюсь, как люди теперь доверяют не себе, они доверяют вот этим весам, они доверяют анализам и так далее, так далее, так далее, так далее. Они уже разучились что-либо делать. А раз вы разучились что-либо делать, значит, вас, ну, убои погонят. Раз вы себе не нужны, а кому вы нужны? 180 граммов коктейля съел и чувствую переедание, и тяжесть в желудке. Комок, комок уже. Ему один комок не успел пройти, а тут следом другой комок. Третий комок. Сколько это уже? Третье это переедание за... в течение дня. В результате, просто-напросто, знаете, человек превращается в какую-то жевательную машину. Он просто переводит пищу. Вот ему вот это нравится. Ну, а, естественно, это пища. С пищей надо быть очень осторожным. Пища – это не просто удовольствие и питание. При избытке это превращается в отраву. В источник страдания. Стало ясно, что, скорее всего, уже два раза переел пищу с большим количеством растительных составляющих, от которых возникает тяжесть в желудке. Ну, а кто вам? Вот, знаете, будто стоит, вот я там стою и закладываю ему, закладываю, закладываю в рот. Ешь, жуй, ешь, жуй, жуй, ешь и так далее. Ну, кто, кто, кроме вас, не следит за вашим здоровьем и за том, что съели? Так, опять потом в 18.30 вода, стакан с гвоздикой и тминов. Потом в 19.15, это через сколько, 45 минут, опять вода с гвоздикой и тминов. Вот, знаете, вот лишь бы все это туда протолкнуть, что это туда сделать. Это, это переедание. В огромном количестве переедания. Сколько я говорил там? Две там столовые ложки этой там простокваши. И полетело, грубо говоря. Дальше, в 20.15, 150 граммов свеженатертой тыквы с одной столовой растительного масла, одной чайной ложкой меда, два грамма кунжута. Понимаете, вот сделал такую смесь. Смесь с одной столовой растительного масла, чайная ложка, чтобы вкусненько было там, кунжут, мунжут, ладно. А растительное масло, как раз любое масло, любой жир, который попадает в желудок, он сразу же, что делает? Замедляет пищеварение. Как у желудка, так и, грубо говоря, дальше. 21.15. После тыквы чувствую тяжесть в желудке. Четвертый раз тяжесть в желудке. Когда ложился, желудок перестает тянуть вниз и становится легко. Смотрите, о чем это говорит. Это говорит к тому, что переполнение желудка ведет к тому, что он под тяжестью начинает опускаться, сдавливает внизу лежащие органы. Это все приводит к опусканию органов брюшной полости. То есть наживается очередная проблема. Вот таким вот образом, знаете, не означает. Она наживается, а потом ой-ой-ой, ай-ай-ай, а что такое там, что-то там не работает, что-то там с мочевым пузырем, потому что он сдавлен, что-то там с кишечником, потому что они там спрессованы, и так далее, и так далее, и так далее. А лег, значит, он уже не действует. А, ты смотри, как это самое, как это все легко устраняется, да? Стула нет и нет позыва на стул, хотя газики иногда отходят обильно. Значит, газики отходят обильно, это тогда, когда вы вот таким вот питанием создаете у себя бродильные и гнилостные процессы, которые ведут к тому, что то, что вы выгнали, типа вот этой вот тины, которая отходила, вы видели, теперь вы опять начинаете вот эту всю эту болезнетворную бактериальную микрофлору, вы ее начинаете опять отращивать. Стоит вопрос, а зачем вы тогда голодали? Вот зачем вы это все, это проделали, и весь этот труд, не зная, не понимая, не подготовленный быть, чтобы вы нажили себе опять те же самые проблемы и еще хуже? Стул, стул, 41 день. Вот видите, конечно, здесь следующее важно понимать, что в нормальном состоянии, ну, когда человек просто вот голодал, он более-менее здоров, там нету никаких в кишечнике таких клубков, листов, слизи и так далее, у него кишечник восстанавливается, работает. Все это естественно. Но когда вот такой вот зоопарк, то естественно, естественно, запустить кишечник будет очень трудно. Тем более он постоянно еще делает клизмы. Урину не пью. Ага. Опять-таки, значит, 22,55, хвощ, стакан, гвоздика отмил. После хвоща тяги в желудке от тыквы совершенно прошла. Ага, просолкнул ее в нежележащие отделы туда, в тонкий кишечник. Нехай там она эта самая будет. 23,05, делаю клизму, урина пополам с водой. Что выходит? Вы видели на фото. Весь вечер с женой обсуждали, что делать с питанием. Понимаешь? У него, наверное, жена диетолог. Раз они обсуждали, что делать с питанием. А я уже там ему писал, писал, что сделать с питанием. И в конце концов сказал, вот у тебя есть книга по голоданию моя. Значит, находишь выход из голодания по Юрию Николаеву. По специалисту, советскому специалисту, который работал в теме голодания. Ну и пробуй. Вот этот продукт съел, вот так вот. Ага, переварилось. Этот продукт съел. Ага, не переварилось. Значит, нет. Пришли к выводу, что растительной пищи 180 грамм много. Овощи, сыры, наверное, все-таки есть надо. А что их есть, если они не перевариваются? Без них кишечник, наверное, не запустить. Вы знаете, вот, наверное, по слухам и так далее, тому подобное. Тыква два часа в желудке полежала, а как хвощиком запил, проскочила. Ну и правильно. Протолкнули, да и все. Хурма на стул мне не действует. Для того, чтобы еще стул был. Кстати, есть книжка, она у библиотеки находится. Все о запорах. Почитайте, как вот вернуть здоровье толстому кишечнику, чтобы он нормально сокращался. Тут огромное количество страхов, которые парализуют перистальтику кишечника. Видите? Страхи. Потом дальше вот это вот все там, переедание. Так. В 0,50. Вода. Еще разок. 200 миллилитров. Гвоздик от Мин. Заглушил. Так. А как ты из проросшей пшеницы и простокваши мог способствовать выходу червей? То есть человек, опять-таки, он не разбирается. Проросшая пшеница, простокваша и так далее. А я же ему писал, говорил. И вам еще говорю, что убиению и выходу вот этого всего разложенного, помимо того, что он там сам голод поделал, но уже 41 день идет, это то, что я ему порекомендовал. Тмин и гвоздику. Тмин и гвоздику, чтобы это все здесь накапливалось и душило всю эту заразу и мерзость. И теперь она дохлая, разложившаяся, выходит из организма. Употребление вареной пищи и молочных продуктов не будет опять отслизнять кишечник. Опять-таки, конечно, знаете, человек не понимает, от чего он ослизняется. Вот он думает, что молочные продукты, вареная пища, вот это. Да не от этого ослизняется кишечник, если вы там используете ее в умеренном количестве, а от того, что налицо 4 переедания в течение дня. И вот это вот все ведет к тому, что начинается и ослизнение, и начинается на этой слизи развитие разного рода паразитов. То есть вы опять создаете вот этот базар, приглашая в этот свой рынок разного рода продавцов, покупателей и так далее. В виде вот этих всей мерзости, которая выходит. Я для себя, знаете, что решил? Вот просто, какое количество воды заливается. Значит, смотрите, литр 400 миллилитров. Вы знаете, организм просит воду, если она нужна, чувством жажды. Если этого нету, это все просто-напросто. Опять-таки, нагрузка на организм по пропусканию через себя воды. Плюс эта вся вода проходит через желудок. А вода есть вода, она не способствует процессу пищеварения. И получается то, с чего все начиналось.